В сети появился трейлер приключенческого фильма «Питер Пен и Алиса в стране чудес». За работу над картиной отвечала режиссер мультфильма «Храброе сердце» Брэнда Чемпмен. В актерский состав в первую очередь, конечно же, вошли Анжелина Джоли, Майкл Кейн, Анна Ченселор, Дерек Джекоби и другие. В эфире «Звезданутые» начнем прямо сейчас. Стриминговый канал Netflix купил права на российский сериал «Эпидемия» за полтора миллиона долларов. Это стало рекордом для отечественных проектов на платформе, как заявили в «Газпром Медиа». Сериал снят по книге российской писательницы Яны Вагнер. В центре сюжета семья из Подмосковья, которая пытается спастись от смертельного вируса. Всего в проекте восемь серий. Отметим, что «Эпидемию» в английской версии, а он выходит под названием «To the Like O'Zero», оценил даже американский писатель Стивен Кинг. Израильская актриса Гальга Дотт сыграет Клеопатру в новоисторической драме. Производством фильма займется студия «Парамоунт». Режиссером проекта выступит американка Патти Дженкинс. Новостью актриса поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Отметим, что Гальга Дотт и Патти Дженкинс сотрудничают не впервые. Именно Патти выступила режиссером фильмов «Чудо-женщина» и «Чудо-женщина» 1984-го, где актриса исполнила главную роль. Таким образом, новый фильм «Апарамоунт» станет прямым конкурентом проекта, над которым сейчас работает студия Sony. Компания планирует экранизировать биографию Клеопатрии от американской писательницы Стейси Шиф. Постановкой фильма помогут заняться такие знаменитые режиссеры, как Дэнни Вильнев, Дэвид Финчер и Джеймс Кэмерон. Главную роль в картине могут отдать американской актрисе Анжелине Джоли или американской певице Леди Гаге. До этого роль Клеопатры в фильмах уже исполняли такие звезды кино, как Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Моника Белучи. А жители американского города Холодей, штат Юта, выдвинули около 20 обвинений за нелегальное хранение дома экзотических животных. Об этом сообщает ABC4. Согласно судебным материалам, 64-летний Мартин Боун развел дома 12 темных тигровых питонов, 585 крыс и около 46 кроликов. Нарушителей, естественно, арестовали. Цитата. «С нами была служба контроля за животными и ветеринары. Всех изъятых животных обследовали, в том числе змей, крыс и кроликов», отметил детектив Кен Хансен. Полиции также рассказали, что питоны свободно перемещались по дому, в то время как крысы и кролики находились в клетках, установленных во дворе. Боуна вычислили, когда он попытался продать детеныша темного тигрового питона через Фейсбук и наткнулся на офицера полиции под прикрытием. Американская пользовательница ТикТок Кек Гилмор опубликовала ролик, в котором слышно, как учитель спорит с ученицей из-за правильного ношения медицинской маски. За несколько дней запись набрала вирусную популярность. Несмотря на то, что преподаватель накричал на школьницу, зрители встали на его сторону, благодаря чему он и быстро стал звездой соцсетей. Инцидент произошел на уроке биологии. Преподаватель заметил, что одна из учениц надела маску на рот, однако ее нос остался открытым. Этот факт нервировал учителя. А журналисты Forbes составили рейтинг 10 самых богатых русскоязычных тиктокеров. Аналитики посчитали общий объем выплат из тикток от рекламодателей и музыкальных лейблов за год. В список попали не только россияне, но и уроженцы стран СНГ, которые переехали в нашу страну. Лидером рейтинга стал 22-летний Арахим Абрамов. До 16 лет он жил в Узбекистане. На канал его подписаны почти 10 миллионов юзеров. Согласно подсчетам журналистов, молодой человек заработал почти 11 миллионов рублей. Сейчас он снимает развлекательные ролики и записывает песни. На второй строчке оказалась 21-летняя Дина Мсаева, жившая с семьей столицы Таджикистана. Она собрала на канале более 16 миллионов подписчиков. С июля 2019-го за 12 месяцев она заработала почти 5 миллионов рублей с помощью тикток. Третье место досталось 23-летнему белорусу Алексею Савко. Его канал насчитывает 6,5 миллионов пользователей. За год блогер заработал 4,8 миллионов рублей. А звезда новых «Зачарованных» Сара Джеффери назвала жалкими поведение актрис оригинального сериала «Роуз МакГоуэн» и «Холли Мари Коппс». Пост на эту тему она опубликовала в своем твиттер-аккаунте. Джеффер возмутила то, что артистки раскритиковали перезапуск шоу. Также она призналась, что сначала собиралась игнорировать замечания коллег, но в итоге решила высказаться. Ситата. «Мне кажется грустным и откровенно жалким то, что взрослые женщины ведут себя подобным образом», – написала актриса. Она выразила надежду, что звезды оригинального сериала «Зачарованные» найдут участие в других занятиях, а не в подавлении цветных женщин. «Мне было бы неловко вести себя так. Мира и любви всем», – отметила Джеффери. Артистка также перепостила видео, в котором Роуз и Холли обсуждают проект с ее участием. В ролике МакГоуэн говорит, что не смотрела новый сериал, но считает его отстойным. В это время Компс смеется над словами коллеги. «Зачарованный» популярный американский сериал, который выходил с 1998 по 2006 год. В 2018 состоялась премьера перезапуска «Зачарованных». На этом пока все. Это были «Звезданутые». Увидимся с вами на следующей неделе, в следующий вторник. Всем удачи и до встречи. Мира вашему дому.